Любовь То, ради чего мы существуем, это любовь, безусловно. И все мы знаем, что любовь – это достаточно сложная ситуация. Мы говорим, люблю пиццу, люблю свежий день, люблю чай, люблю, когда чешется ухо, а я его чешу. Но в любви японские самурайи говорили такую прекрасную фразу, кстати, самурайская идея. Любить так, чтобы объект любви не знал и умереть с этой любовью. Оказывается, только одна любовь, она самодостаточная. Мы всегда хотим взаимности, но не в ведической идее. Ведическая идея любви состоит в том, что один жертвует ради возлюбленного, и в этом существует гармония. Поэтому в идее нет разводов. Очень редко. Жена, она знает, женщина – это олицетворение любви. Даже некоторых на Украине зовут. Как вас зовут? Меня зовут бабушка Любовь. Любовь Анатольевна. Почему? Потому что любовь – это женского рода. И хотя она женского рода, но она проявляется везде, во всех сердцах. Поэтому мы всегда говорим «Радха и Кришна». Не Кришна и Радха, а Радха и Кришна. Понимаете, да? Потому что с лампочкой и свет. Свет можно увидеть только благодаря лампочке. Но в духовном мире мы можем увидеть реальность нашими духовными глазами. В мире материи мы обладаем несколькими пиксельными камерами, колонками, микрофонами. Микрофон не может почувствовать, камера не может почувствовать любовь. Камера – это инструмент. Почувствовать любовь может только я, душа. И вот поэтому главная часть йоги – это прийти к пониманию того, что ты и есть это тело. Почему йога занимается для совершенства тела? Чтобы в конечном итоге понять, что тело – это сосуд, горшок из мягкой глины. С помощью йоги мы его обжигаем. Для чего? Для того, чтобы потом разрушить. Понятно, да? Не дожди сохранить горшочек из пустой в ванночку из-под мороженого. Нас интересуют не сосуды, а сам нектар, содержание нектара. Поэтому веды говорят – вы, дети нектарного океана, вы рождены только для того, чтобы вкушать нектар. Вы говорите – а можно еще для него нектара немножко такого старенького, тухленького? Нет, нет. Вы должны вкушать только нектар. Поэтому у панишады, веды призывают нас к нектару. И это наша природа – любви, красоты, гармонии. Как это достигается? Это достигается впоследствии звука. Мы всегда говорим «Ом». С этого звука начинаются все веды. Все мантры начинаются со звука «Ом». А что такое звук «Ом»? Кто знает? Абсолют. Три аспекта истины. Сознание. Все проникает. Есть только сознание. Поэтому Шан Карачария сказал. Ахам Брамасмы – я есть дух. Партиагам Брахман – все есть дух. Есть только сознание. Нет ничего отделенного от Бога. Это ведическое понимание. Дальше. Параматма. Каждый атом – в нем Параматма. Высшая душа в каждом атоме. И высшая душа пребывает где? В сердце каждого живого существа. Поэтому йог в своей медитации достигает чего? Он видит Параматму. Высшая йога – это он растворяет свое негативное «Я». И в конечном итоге душа, то есть он сам и есть душа, созерцает Параматму. Ярчама сундрама чинти гуна сварупа, говорят в Писании, непостижимая прекрасная форма. Поэтому йог полностью очарован. Почему он не может выйти из самадхи? Он созерцает верховную истину. Это не то, что его накрыло, и он не может встать. Это можно с помощью УСБ или водки достичь такой самадхи. Я выпил, у меня накрыло, и я не смог удержаться на ногах. Это мы уже пробовали. Но не йог. Но не существует еще более высший план мытья. Богоман, личность. Ницше сказал, он был великим атеистом. Он сказал, я, вы знаете, поверю, когда я увижу, что Бог танцует. Мы придем в Индию, мы увидим танцующего Бога, поющего. Мы сами хотим петь и танцевать. И мы увидим, что источник настолько прекрасен. Он поет и танцует. А что он поет? От чего? Оказывается, что он наслаждается своей энергией, своей женской энергией. И он поет свое собственное имя. Он испытывает столько счастья от своего собственного имя, что иногда он смотрится на себя в колонну и хочет обнять колонну. Иногда Кришна видит себя в отражении пола и падает без сознания. Посмотрите, насколько он прекрасен. Он настолько прекрасен, что он... Есть такая песня. Я сам себе и небо и луна. И он думает, я сам прекрасен. И Сахар думает, ничего себе, насколько я вкусный. Но есть еще более удачливые души. Есть те души, которые едят Сахар. Есть обитатели духовного мира, которые всегда наслаждаются его трансцендентной формой. Они созерцают абсолютную истину, не просто созерцают ее, как некую статую в музее. Они до такой степени близки к абсолюту, что они его друзья, его возлюбленные, его родители, близкие души. И они танцуют вместе с ним. Это удивительная. Удивительная вещь. Где-то существует тот план бытия. И вот недавно, когда мы снимали фильм в Камбодже, так огромный храм Ангар-Ват. Это храм Вишну. И местные камбоджинцы, как, естественно, все нормальные люди, которые пережили, как мы, несколько войн, смен правительства, они уже ничего не знают. Уже всех, кто знал, что это всех убили. А те, кто ничего не знали, думают, и слава Богу, что ничего не знают. И вот, когда мы снимали фильм в Ангар-Ватте, они спросили, а почему Вишну в храме, а изображение Кришны сверху? Все потолки – это изображение Кришны. Почему это? Очень просто. Это храм, куда несколько миллионов людей приезжают со всего мира. Никто ничего не знает. Но те, кто знает ведическую тему, они понимают, конечно, почему это все, как это все устроено. Ну, это как вот, кто компьютеры, ноутбуки каждый день чинит, для него понятно, где жесткий диск, где шина, где экран выносит. И мы говорим, понимаете, почему фрески? Потому что высший мир Кришны недостижим. Вишну – это один из заспуг абсолютных, по-русски называется Всевышний. Или Выший. Славяне называли Вышень, Крышень. Всевышний. Почему? Потому что он занимает центральное положение. Но, очень интересный момент, царь управляет всем миром. А кто управляет царем, как Вы думаете? Народ. Царица. На всякий случай. Если царь управляет всем миром, то дворцом и царем управляет царицей. Попробуй ты у царицы заболуй. Ты можешь управлять всем миром, но она управляет любовью. Поэтому в индийской традиции женщина бесправная. Знаете, почему женщина бесправная? Потому что у нее все права. Все права принадлежат ей. Поэтому, если она обладатель прав всех копирайтов, зачем ей самое право на себя? Правильно ли? Я и так... Она как мать в семье. Может быть, отец после отца сын становится наследником. Но мать, она по праву, как священная корова. Она обладает всеми правами. И вот поэтому мы увидим, что на самом деле царь очарован царицей. И у царя есть близкие друзья. Но иногда происходит такой момент, когда царь едет на дачу. Бывает такое, да? У царя есть право на личную жизнь. И если мы иногда можем президента или царя увидеть по телевизору... У нас есть наш центр в Таиланде. Часто мы находимся рядом с Ройлой Флорой, куда приезжает королевская семья. И в этот момент, ну, естественно, все понимают, что царь в городе. Там играет на король, его все любят, каждый человек. И видно, там, полеется, ну, все, там, цветы, люди... Ну, понятно, царь приехал, ну, обычное дело. Но мы никогда не сможем увидеть в новостях его частную жизнь. Если только он этого не захочет. Так или нет? А как вы думаете, царю нравится, например, природа? Он хочет, там, снять тапочки, там... Пускай они даже будут золотые, пройтись босиком по воде. Хочет ли он пережить какие-то ощущения с близкими, друзьями, с детьми? Или царю дети говорят, Ваше Величество, можно посмотреть телевизор? Да, да положено. Нет, конечно. Царь, он в первую очередь является царем лишь только внешне. А в семье царь является возлюбленным отцом, другом и так далее. И поэтому, когда мы говорим о положении Кришны, мы увидим, что именно так предстает в ведическом облике самая сокровенная ипостасть Господа, Рас Радж, источник счастья и любви. Бог, который снял с себя погоны, золотые доспехи, снял с себя все регалии, все внешние формы, и он танцует и поет со своими друзьями. Именно поэтому мы проводим этот фестиваль здесь, чтобы петь и танцевать со своими друзьями. И мы говорим, что к нам приходят гости, друзья. Да, мы не можем сказать, друзья, с вас по три гривны. Друзья. Скажут, так за что же друзья? Да, это уже не друзья, это уже бизнес начался, да? Ну вот, свечки только такие-то продаются. Нет. Каждый человек может предложить что-то искреннее, всевышнее. Поэтому у нас есть лидический храм, и там метеорит из духовного мира находится, который зовут Гирираж Гвардхан. И каждый может прийти и предложить ему воду, цветы, просто свои там, привет, ку-ку, я уже здесь. Вот. И он не обидится, он скажет, I am very happy to see you, my friend. Почему? Потому что высшая реальность построена на любви, дружбе и взаимности. Она не построена на страхе. Как ты можешь любить того, кого ты боишься? А как ты можешь боиться, кого ты любишь? И вот сейчас я хотел пригласить потрясающую женщину на сцену, женщину-учителя духовного. И она прожила больше 20 лет со своим духовным учителем в Индии. Она приехала, да, совсем маленькой девочкой из Америки, постыглась на лосо, одела одежду монахов. И через много-много лет она поняла очень глубокие вещи. И сейчас она здесь у нас в гостях, мы очень ее любим. Ее зовут Бхакти Лалита. И она олицетворение такой скромности, но при этом глубины, мудрости и красоты. И женщины никогда не говорят возраст, но мы можем сказать, что она сохранилась вне времени и пространства. Бхакти Лалита Дэвида Секи и Джарта. Я беру вашу время. Пожалуйста. Все, 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 все. Я уже закончил, я просто говорил о Кришне Хатара. Итак, все-таки мы заговорились. Лучше попробовать, чем услышать. Но трансцендентное может явить себя через звук. Итак, Ом – это Брам, Праматный, Бхагаван. Все аспекты истины в одном. И поэтому с него начинаются все веды, и все веды заканчиваются ими. Но источник за пределами вед. Ведь знанием невозможно его постичь. Знание не является аргументом для любви. Поэтому, когда мы говорили о том, что Кришне поет свое собственное имя, иногда один раз в день Брама много-много миллиардов лет. Он является как Чайтани-аватар, как золотой аватар, и вновь приносит Махаманту. Это его собственная трансцендентная вибрация. Поэтому в Каль-Югу, в эпоху, в которой мы сейчас живем с вами, которая не очень приятно началась, мировые войны и все остальное, Чайтани-аватар пришел, и Каль-Юга – это потрясающая эпоха. Хотя это эпоха технического прогресса, стресса, болезней. Но тем не менее, это эпоха просвещения, любви и гармонии. Мы с вами живем одновременно в мире, где мы можем быть самыми ужасными, одновременно в мире, где мы можем полностью реализоваться в высшей степени божественной любви. Такие крайности. И для этого есть Махаманта. И вот сейчас мы испоем ее. И все в духовном мире живое. Поэтому мыльданга – мрит, данга. Мрит – это грязь, земля, данга. Данга – это бум-дарега-данг-данг-данг-данг-данг-данг-данг. И вот, чтобы понимали, существуют мантры. И вот сейчас он споет вам первую мантру. Все на мантрах построено. Вся индийская музыка. Любой музыкант вам скажет, что это европейская музыка на нотах. А у нас так и все на мантрах. Что мы сейчас вам покажем? Покажи несколько мантр, Маханчор. Покажи немного киртан, данный киртан, данный киртан, данный киртан. Первая манта – кахарба. Видите? С помощью мантры, барабан – это магия. Он начинает оживать. Вообще все в духовном мире живое. Все музыкальные инструменты живые. Поэтому тот, кто поет киртан, должен оживить музыкальные инструменты. Все как магия. Караталы, инструменты. Покажи караталы. Такие маленькие. Раз, раз, раз. Такие маленькие тарелочки. Но в них столько много всего. Слышали поющие чаши, которые лечат. Поэтому караталы – это удивительные вещи. Можно носить с собой. И в Индии всегда издревле. Достаточно было бальдангей и караталов. И вот мы сейчас с вами попробуем. Мы попробуем немножко киртан вместе петь махамантру. Потом Баксила Ильден расскажет чуть-чуть о том, что это такое. Итак, в киртане есть три музыкальных инструмента. Караталы, бриданга и тот, кто поет. Человек – это музыкальный инструмент. И от того, насколько настроен у человека внутренний тюнинг, настолько он может соприкоснуться с высшим миром. Поэтому человек говорит, «Пэл мантру, но ничего не почувствовал». Во-первых, нужно понять, что это за пределами чувств. Во-вторых, нужно понять, если человек ковырялся гвоздем в ухе, в это время сломался телевизор, то просто он повредил свою перепонку. Поэтому процесс мантры – это возвращение к первоисточнику. Только настроенный инструмент может звучать. Только через правильно направленную антенну идет поток. Поэтому в первую очередь мы входим в состояние медитации, чтобы войти в поток. Это не так быстро, это всю жизнь. Но сейчас мы с вами попробуем. Мантра очень простая. Мы начинаем с простой мантры, хотя она звучит «Шипишна чайтанда прабуниттанда шиадвейта дадхар», «Шивасани гурабактурильда». А потом уже «Харипишна маха мантра», потому что существует некая последовательность. Итак, я пою, а ребята повторяют за мной, а те, кто хотят попробовать поучаствовать в кирпи, они могут тоже петь и хлопать в ладоши. Руки у всех есть. То есть вывести можно... А, нет, там все делается по мотиву. Человек это же резонат. Человек это пингал, шумно, все каналы, все чакры. Все начинает работать через звук. Человек это замечательное устройство. У древней же не было компьютеров и мобильных телефонов. Все было здесь и здесь. Срикришна, чаятанда. Прабху-нитананда. Срикришна, чаятанда. Прабху-нитананда. Прабху-нитанда. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок